Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Николас Петерзун Берхен был высокоуважаемым и плодовитым голландским художником золотого века, писавшим пасторальные пейзажи, населенные мифологическими или библейскими персонажами, а также ряд аллегорий и жанровых произведений. Я пользуюсь Википедией. Представитель второго поколения художников голландско-итальянских пейзажистов. Это были художники, которые путешествовали в Италию или стремились к этому, чтобы проникнуться романтизмом страны, принося домой альбомы для зарисовок, полных классических руин и пасторальных образов. Он создал около 850 картин, которые пользовались большим спросом. Его пейзажи, написанные в итальянском стиле, идеализированные сельских сцен, с холмами, гдезами и деревьями в лучах золотого рассвета, пользуются спросом. Также рисовал вдохновенные и привлекательные фигуры людей и животных в работах других художников, таких как Эвердингер, Хакерт, Доу, Хабема и Шеллингс. Родился 1 октября 1620 года в Харлеме. Получил наставление от своего отца Питера Класса и художников Яна Ван Гойна, Питера де Гребера и Яна Баптиста Уникса. Карл де Мур, голландский художник и гравер Золотого века, сказал ему, что Берхем получил свое имя от двух слов. Берхем, что означает «спасите его», поражение, используемое его товарищами по мастерской. Всякий раз, когда его отец преследовал его там с намерением избить. Женился на дочери художника Яна Вильса, которая содержала его. Для финансирования своей коллекции гравюр занимал деньги у своих учеников и коллег и возвращал их из доходов от продажи картин. Около 1650 года отправился в Вестфали. Возможно, он отправился в Италию после этой поездки и до того, как переехал в Амстердам. Его пребывание в Нидерландах между 1650 и 1656 годами четко не задокументировано. К 1677 году вернулся в Амстердам, где и умер в 1683 году. Был популярным учителем. Его учениками был Абрахам Бегин, Йоханнес Варденбент, его сын Николас и множество других. В дальнейшем известных художников. Его работы повлияли на художника эпохи Рококо Жана Баптиста Пеллимана. Как и на голландского пейзажиста Боренда Корнелиса Кука. Вот так вкратце из переводной википедии о голландском художнике золотого века Николас Питерзун Берхей. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok